Друзья, всем огромный привет! В вот таком вот неожиданном формате мы с вами встречаемся, потому что раньше я никогда не снимала домашние влоги. Но подумала, что почему бы нет, почему бы не разбавить свой YouTube новым контентом, потому что у меня в основном такие видео подготовлены, где я вам что-то полезное рассказываю про жизнь за границей, а тут будет такая прям импровизация-импровизация. Надеюсь, вы оцените и обязательно поддержите меня в комментариях. Один из несомненных плюсов нашей квартиры, это, конечно же, вид из окна. Я очень люблю, когда за окном много-много зелени. Для меня это на самом деле даже лучше, чем просто, например, море. Очень люблю зелень, особенно ту, за которую не нужно ухаживать. Как вы понимаете, за окном именно такая зелень не растет. Обычно утром мы идем на прогулку, но сегодня погода хмурая, и поэтому решили остаться дома. Я, честно говоря, только за проведем утро с пользой. В программе сегодня легкая уборка, игры и какие-нибудь другие развлечения с дочкой, и, конечно же, готовка. Если смотрели мои предыдущие ролики, то знаете, что Алина очень любит готовить, и поэтому этот ритуал я в том числе использую в качестве некой формы игры. И время заняли, и вкусно покушали. Мне кажется, идеально. Всю прошлую неделю Алина мучилась с ячменей на глазах. На глазике одном прям сильно, очень сильно все опухло. И мы в том числе для лечения использовали эфирные масла от бренда Дотера, который у меня дома есть. Очень классно помогали для... Делали компресс на глазик. Вот использовали чайное дерево и использовали в основном лаванду. Очень хорошо помогло. Буквально в первый день, когда мы начали их использовать, сразу же отечность на глазике прошла. Вообще эти масла можно использовать не только в качестве диффузоров, вот мы для дома включаем, но и в том числе и для готовки, и для бьюти-процедур, и в качестве лечения. В общем, масса различных способов применения, и качество этих масел реально очень крутое. А каждая капля просто неимоверно сильно пахнет, то есть и расход у него небольшой. Мы сегодня играем, нам привез папу дочке в подарок. Мы снимаем видео. Вы представляете, у нас на днях муж приехал с командировки и привез дочке в подарок. Давай покажем. Он приехал из Африки с Ганой и привез вот такой вот барабан. Просто. Я, конечно, не умею все это отбивать, но вообще тема прикольная. Слушайте, погода распогодилась, и мы тут вдруг резко решили, а почему бы нам не пойти на пикник, да, Алина? Так что идем на пикник. Берем, как всегда, вас с собой. У нас, кстати, очень ухоженная и красивая преддомовая территория. Мне прям это очень-очень нравится, конечно, в этом доме. Возможно, с страны кажется, что мы вышли чисто так похомячить, но на самом деле так и есть. Вышли чисто попить чай с небольшими десертами. На территории комплекса есть как частные такие большие дома и есть многоквартирные дома. Вот наши, кстати, вот наши окна как раз сюда выходят. А у нас вид вот на этот небольшой парк. Что, у меня цветочки? Да, вот это. Это для меня. Да, это для тебя. Это для тебя. Спасибо. А это для меня. Вау, как красиво. Хорошо, у него колючки есть. Видишь, какие красивые? Красивые. Законтовить. Когда мы выбирали эту квартиру, мне кажется, вообще сама эстетикой, что вокруг красиво и вид из окна хороший, сыграла одну из ключевых ролей, потому что в Кувете, честно сказать, мне не особо нравилось. И когда я сюда приехала, я понимала, что нужны настолько максимально комфортные условия, чтобы, знаете, не случился флешбэк, да, что ты снова переехала, тебе снова не нравится, все не устраивает и так далее. Поэтому я, конечно, когда мы выбирали, максимально настаивала на тех вариантах, которые вот прям максимально откликаются. И вот этот вариант этой квартиры был тот самый. И, знаете, когда я пришла, я такая, все, мне здесь все нравится. И очень благодарна мужу, что он все-таки поддержал это решение, потому что наша квартира сейчас стоит просто сама аренда 950, по-моему, фунтов, плюс еще квартплата там в пределах 350 фунтов. И для квартиры этот прайс, он достаточно высокий считается, то есть это как бы выше среднего, скажем так. По Абердину вполне возможно за эту цену уже взять и полноценный дом. Но для меня было очень важно, чтобы это была доступность, да, так как я пока не вожу машину. Для меня очень важно с ребенком просто выйти из квартиры и докуда-нибудь дойти, желательно там, где есть люди, потому что изоляции я просто не переношу, мне очень сложно. И локация здесь получилась очень хорошая, близко к садику, близко к больнице, хотя на эти больницы, знаете, такая немножко бесполезная структура. Ну, в любом случае, даже до центра, в принципе, можно дойти, доехать на автобусе у нас ушло 15 минут, 15-20 минут, в общем, недалеко. Так что пока эта квартира мне очень нравится, кроме последней нашей проблемы, которая возникла с машинкой, оказалось, что она течет. И так получилось, что мы очень долгое время, наверное, недели три не могли найти этот лик. И буквально три, наверное, три дня назад мы нашли этот лик. Оказалось, что у нас за машинкой прям огромная лужа, и она достаточно долгое время текла. И в итоге там образовалась плесень, и пошло заражение просто по всей квартире, по всем углам начала проявляться плесень. Мы даже под ковролином, на самом деле, в одном месте обнаружили, как будто вода булькает, ну, в общем. Это просто эпопея. Сегодня должны приехать ремонтники, посмотреть, что там. Надеюсь, они решат. Потому что во всем остальном мне эта квартира абсолютно нравится. В этой квартире на экскурсии у нас еще не были. Рун-туры я не делала. Поэтому в рамках этого влога тоже немножко кусочками эту квартиру покажу. В этой квартире мы организовали небольшую детскую. Здесь комната, она небольшая поместилась. Вот буквально такой прикроватный столик вообще это был. Мы его переместили сюда. Здесь же разместился диван, который был от предыдущих хозяев. Здесь поставили вот такой вот куб. Очень удобно для организации детских вещей. И такая небольшая зона со столами и со стульчиками. Здесь же есть вот такой вот раздвижной шкаф. В общем, в принципе, здесь больше ничего и не помещается. Но для детской, мне кажется, вообще самое то очень удобно, когда в квартире есть детская комната. Потому что собирается в одну кучу все игрушки. Меня дико бесит, когда в общественном месте вот так вот везде раскиданы игрушки. Короче, это не моя тема. Я вот люблю, когда все собрано, сконцентрировано в одном месте. Если это отдельная комната, еще лучше. Потому что можно все туда запихать. И не видеть каждый раз, когда эти игрушки все раскиданы. Сон ребенка – это мой шанс посидеть и увлеченно поработать. Многие меня, кстати, спрашивают в комментариях, чем я занимаюсь. У меня несколько проектов на данный момент. Основной – я продюсер в социальных сетях для экспертов, которые работают в мягких нишах. Сейчас у меня несколько клиентов, с которыми мы работаем в долгу и создаем различные онлайн-услуги, марафоны, курсы и так далее. Еще один проект, который я очень-очень люблю – это украшение с натуральными камнями. Мой бренд, который называется «С тонами». Поэтому, если вы давно хотели побаловать себя или своих любимых чем-то действительно эксклюзивным, то обязательно заходите на страничку бренда в Инстаграме. Что-то погорячилось, я сказав, что это первый домашний влог, потому что домашний влог переместился резко, превратился точнее в обычный влог. Поэтому едем с вами в магазин «Коска». Магазин «Коска» считается оптовым, поэтому вход в него может осуществляться только при наличии клубной карты, стоимость которой колеблется от 28 фунтов до 62. В магазине есть все необходимое, начиная от продуктов питания и заканчивая техникой или какими-то садовыми принадлежностями. И, пожалуй, отличительная черта магазина – это, конечно же, огромные упаковки. Хорошие, на самом деле, концепции для бизнеса или, например, у каких-нибудь больших семей. Мы, конечно, чаще всего здесь берем мясо, фрукты и какие-то угощения к чаю. Если говорить по цене, то выходит, на самом деле, выгоднее, чем покупать небольшую упаковку. Но, например, с учетом того, что семья у нас небольшая, иногда продукты или, например, какие-то фрукты могут испортиться раньше, чем мы их съели. Поэтому прям сильно-сильно закупаться в «Коска» мы не особо любим. Поэтому стараемся всегда брать все дозированно, чтобы точно все съесть и ничего не испортилось. Короче, здесь абсолютно все есть, начиная от какой-то садовой, садовых историй, техники и, в том числе, и еда. Здесь в основном все продается вот такими банками, пачками. То есть по отдельности купить нельзя. Ну, считается такой оптовый магазин. Алина! Алина! Просто американский гигантизм во всей его крысе. Прикольный формат магазина. Единственное, что он, конечно, больше для оптовиков, либо для людей, у которых огромные семьи, которым реально может пригодиться, там, не знаю, 6 зубных паз сразу закупить, да, и еще что-то. Ну, либо кто-то, кто живет дома, у кого есть место, где это все хранить. В «Коска» мы взяли невероятно ароматную клубнику и очень вкусную такую мясистую черешню. Здесь, кстати, достаточно большой объем, около килограмма. То есть здесь 907 грамм. И по цене нам обошло, сейчас скажу, вот клубника. Она вышла около 6 фунтов. Мы умножаем обычно на 100. Так проще всего. Это где-то 600 рублей. Хотя сейчас курс, конечно, намного меньше. Черешня нам обошлась в 7 фунтов. Это где-то, ну, допустим, 700 рублей. Чтобы вы понимали, то есть это не маленькая какая-нибудь там упаковка, да, это вот прям реально гигантская упаковка, где много очень вкусной-вкусной-вкусной ягоды. Вечер я всегда завершаю такими немножко девчачьими ритуалами, уходом за своей кожей. И в рамках данного влога тоже решила немножко с вами поделиться. Раньше я вообще очень любила краситься. Мой фокус был в основном на декоративной косметике. Я любила пробовать какие-то новые макияжи. Но с появлением ребенка, к сожалению, времени становится очень мало. И сейчас объективно крашусь я достаточно редко. Поэтому мой фокус в декоративной косметике полностью переместился на уходовую косметику. Я выбираю сейчас такие средства, с которыми мне не нужно танцевать с бубном. Я просто наношу их на кожу, и они работают. Поэтому с некоторыми находками тоже с вами сегодня поделюсь. Первое средство, которым я пользуюсь регулярно, это тоник с розой от бренда Pixi. Приятный ненавязчивый аромат, и самое главное, ощущение увлажнения уже после использования только самого тоника. Тоник я, кстати, никогда не наношу на влажный тиск, так как это очень сильно увеличивает его расход. А просто капаю на ладошку, и потом аккуратненько распределяю по лицу и зоне шеи. На вечер использую крем от бренда Dr. Irene Eris. Очень легкий, ненавязчивый аромат из серии ароматов, наверное, Colorance. Приятная консистенция, и самое главное для меня, после использования самого крема не остается ощущение пленки на лице. Ну, а несколько раз в неделю в качестве некой такой маски ночной я наношу масло шеи, которое муж мне, кстати, привез из последней командировки из Африки. Утром кожа просто мягчайшая и супер-супер напитанная. Я очень надеюсь, что сегодняшний влог вам понравился. Вам понравилось провести время со мной? Если да, то обязательно ставьте лайк и жду ваших комментариев. На самом деле, ваши комментарии – это самая большая ценность, которую я могу получить от вас в рамках обратной связи. Поэтому буду очень благодарна, если вы напишете мне пару строк. И увидимся в новых видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok